Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе мая. Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских. Род праведных вовеки в благословение будет. Святой Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел двенадцать сыновей, не от одной жены, но от разных. Старшим сыном его был Вышеслав, вторым Изяслав, а третьим Святополк, который и придумал злое убийство братьев своих. Мать Святополка, гречанка, была прежде монахинию. Брат Владимира Ярополк, прельщенный ее красотой, растриг ее и женился на ней. Владимир, тогда еще язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество. От нее-то и родился Святополк Окаянный. И не любил его Владимир. У Владимира были еще сыновья от Рогневы, четверо, Изяслав, Пстислав, Ярослав и Всеволод. От Чехини, Вышеслав, от иной жены Святослав и Мстислав, а от Болгарыни, Борис и Глеб. И посадил их отец на княжение по разным землям. Святополка в Пинске, Ярослава в Новгороде, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. О раннем возрасте Святого Бориса и Глеба преподобный Нестор сообщает следующее. Святой Владимир отпустил всех своих детей по властям, которые дал им в управление. Но Бориса и Глеба держал при себе, потому что они были весьма юны. Святой Глеб был совсем еще дитя. А Святой Борис уже проявлял высокий разум, был полон благодати Божией, знал грамоту и любил читать книги. Считал же он жития и мучения святых, и, молясь-то слезами, просил у Господа, чтобы он сподобил его участи единого из этих святых. Так он молился постоянно, и Святой Глеб слушал его, безотлучно ходясь при нем. Когда Святой Борис достиг совершеннолетия, отец задумал женить его. Но Святой не желал брака. Бояре, однако, упросили его не ослушаться отца. Из-за послушания отцу, Святой вступил в брак по их просьбе. Затем отец послал его на княжение во Владимир Волынский, где он проявил много милосердия. Но узнав, что Святополк по зависти умышляет на жизнь Бориса, возвратил его в Киев. Ее могло быть до послания Бориса в Ростов. Когда ему уже прошло 28 лет по святому крещению, постиг Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис из Ростова. Печенеги шли ратью на Руси. Владимир был в великой печали, потому что не имел сил выступать против безбожных. Печенеги — кочевой народ тюркского происхождения со второй половины десятого века, начавший нападать на Руси. Святой Владимир строил города по реке Десне, остров Трубежев, Сули и Стугни, как сторожевую линию против печенегов. Отец дал Борису блаженному и скоропослушливому много воинов и послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел Борис, сказав отцу, «Вот я перед тобою готов сотворить, что требует воля сердца твоего». Об этих сказанных притчах сын был отцу послушливый, а любимый перед лицем матери. Но не нашел Борису постатов своих. На возвратном пути к нему прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир, нареченный во святом крещении Василий, умер 15 июля 1015 года. А святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол палац в селе Берестовом, обернул тело усопшего в ковер, спустил его на веревках, отвез в санях церковь святые Богородицы и поставил там. Все это было сделано тайно. Услышав это, Борис ослаб телом. Все лицо его облилось слезами, и он не мог говорить. Но в сердце так плакался по отце своем. Увы мне, свет очей моих! Сияние и заря лица моего, воспитатель юности моей, Наказание неразумия моего, Увы мне, отец и господин мой! Кому я прибегнул, на кого я посмотрю, Где я насыщущусь благого учения и наказания твоего разума? Увы мне, увы мне! Закатилось солнце мое, а я не был тут, Не мог сам облачить честное тело твое и предать гробу своими руками. Не переносил я твоего прекрасного и мужественного тела, Не сподобился поцеловать твоих седин. О, блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения! Сердце у меня горит, смущается у меня разум, Не знаю я, к кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату, которого я имел бы вместо отца, То тот, кажется, думает о суете мирской и о моем убиении. Если же он решится на мое убиение, то я буду мучеником Господу моему. Но не противлюсь, ибо, пишется, Господь гордым противится, Смиренным же дает благодать. Апостол говорит, если кто скажет, что люблю Бога, А брата своего ненавидит, тот лжец. И еще, нет страха в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. Но что мне сказать и что сотворить? Пойду я к брату моему и скажу, Ты мне будь отцом, ты мне брат старший. Что мне велишь, Господин мой? Так, помышляя в уме своем, пошел Борис к брату своему и говорил в душе, Там узрю я лицо брата моего меньшего Глеба, как Иосиф Вениамина. Воля твоя да будет, Господи мой. И думал Борис, если я пойду в дом отца моего, То многие обратят мое сердце к мысли изгнать брата моего, Как это сделал отец мой прежде святого крещения ради славы княжения мира сего. А это мне все мимолетно, тленные и ничтожные паутины. Если же я решусь на сие, то куда мне идти? Что со мной будет? Какой ответ дам я тогда? Где скрою множество греха моего? Что приобрели братья отца моего и отец мой? Где их жизнь и слава, мирость, его обогреницы и пиры, Серебро и золото, вина, мед и брашна, Быстрые и высокие кони, имение многое, Дани и почет бесчисла, и гордость своими боярами. Уже все сие, как бы никогда и не существовало, Все исчезло вместе с ними. И нет им помощи ни от кого, ни от имения, Нет многочисленных рабов ни от славы мира сего. Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел, И, рассмотрев все, сказал, все суета, сует, все суета. Помощь только от добрых дел, от правоверия и от нелицемерной любви. И, видя своим путем, помышлял Борис о красоте И силе тела своего, и горько плакал. Хотел удержаться от слез, но не мог, И все, видя его в слезах, плакались О его благородной красоте и добром разуме. И каждый горевал в душе, всех смутила его печаль. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса, Видя его унылое лицо и его скорбь. Ибо был блаженный князь правдив, щедр и тих, кроток и смиренен, Всех миловал и всем помогал. Но святого Бориса укрепляла мысль о том, Что если его брат по научению злых людей убьет его, То он будет мучеником, и Господь примет дух его. Он забыл смертную скорбь, Утешая свое сердце словами Божьими. Кто погубит душу свою ради меня, И Евангелие тот спасет ее, И в жизнь вечной сохранит ее. И шел Борис с радостным сердцем, говоря, Не презрив, перемилостивый Господи, Меня, уповающему на Тебя, Но спаси душу мою. Святополк же воссел на отеческий княжий стол в Киеве, Призвал киевлян, Раздал им многие дары и отпустил их. Затем послал к Борису с такими словами, Брат, я хочу с тобой жить в любви И увеличу твою часть в отчем наследии. В этих словах была лесть, а не истина. Святополк прибыл тайно ночью в Вышегород, Призвал Путшу и Вышегородских мужей, Сказал им, скажите мне по правде, Имеете ли вы ко мне приязнь? Путша сказал, все мы готовы за тебя Головы свои положить. Исконный ненавистник добрых людей, Дьявол, видя, что святой Борис Возложил всю надежду на Бога, Стал сильнее воздействовать на Святополка, Который, подобно Каину, Горел огнем братоубийства, Задумав избить всех наследников отца своего И одному принять власть его. Окаянный, проклятый святополк, Советник всякого зла и начальник всякой неправды, Снова призвал к себе Вышегородских мужей, Отверг свои мерзкие уста, И спустил свой злой глаз, И сказал людям путше, Если вы обещаете положить за меня голову, Идите тайно, братья мои, Найдите брата моего Бориса, И, улучив время, убейте его. И обещались они Святополку так сотворить. О таких людях сказал пророк, Скорую суть пролиять и кровь без правды, Сии общеваются кровью и собирают себе злая, Сих пути судь беззакония, Нечестьем во свою душу объемлют. Блаженный Борис на возвратном пути Стал на реке Альте в шатрах, И сказала ему дружина его, Иди и сядь на княжеском столе отца своего, Ибо все воины находятся у тебя. По сказанию Нестора дружины Было у Бориса около восьми тысяч человек. Он же отвечал им, Не подниму руки на брата своего, Да еще на старшего меня, Которого мне следует считать за отца. Услышав это, воины ушли от Бориса, И он остался только с отроками своими. По сказанию Нестора, Святой Борис посал было к Святополку отрока с мольбою, Но тот удержал отрока у себя. Был тогда день субботний. Удрученный печалью вошел он в шатер свой И со слезами жалобно возвал. Слез моих не презри, владыка, Уповаю на тебя, что приему жребий С твоими рабами, Со всеми святыми твоими. Ибо ты, Бог милостивый, И тебе славу воссылаем вовеки. Аминь. Говоря это, он помышлял о мучении Страданиях святого Никиты, святого Вячеслава, Думая, что будет убить подобно этому князю, И о том, как святая Варвара была убита родным отцом. Пришло ему на память слово премудрого Соломона, Праведники вовек живут, И в Господе мзда их и попещение их у Вышнего. Им лишь словом он утешался и радовался. Наступил вечер, И святой Борис велел служить вечерню. А сам вошел в шатер И стал творить молитву и вечернюю Со слезами горькими И частым воздыханием и стинанием многим. Потом лег и уснул. И был его сон полон многими думами И глубокой и страшной печалью, О том, как ему предать все настрадания, Течение скончать и веру соблюсти, Чтобы принять от руки вседержителя Уготованный венец. Проснувшись рано, он увидел, Что уже время быть утренне. Было уже тогда святое воскресенье. И сказал он пресвитеру своему, Встань и начни утреннюю. Сам же обул ноги, умыл лицо И начал молиться Господу Богу. Посланные святополком пришли на Альту ночью, Приблизились и услышали голос Сблаженного страстотерца, Поющего псалмы, положенные на утренне. Уже дошла до святого весть О предстоящем убиении, И он пел, Господи, Что ся умножишь остужающими, Мнози восстают на мя, И прочие псалмы. Затем он стал петь, Абыдоша мя пси, мнози, И юнцы тучные, Адержаша мя. Потом, Господи Божий мой, На тя упавах спаси мя. После сего пел канон. Окончив утреннюю, Святой Борис стал молиться Перед иконой Господа, Говоря, Господи Иисусе Христе, Ты явился этим образом на земле, Изволил добровольно взойти на крест И принял страдания за наши грехи, С подоби и меня пострадать. И, услышав сильный топот около шатра, Святой Борис затрепетал, Залился слезами и сказал, «Слава Тебе, Господи, Что в свете всем сподобил меня Принять горькую смерть Из-за зависти И пострадать за любовь и слово Твое, Ибо я не хотел искать книжение себе, Ни в чем я не поступил Самовольно по слову апостола, Нет больше той любви, Как если кто душу свою положит За друзей своих, Любовь не ищет своего, Всему верит. И еще, В любви нет страха, Но совершенной любовь Изгоняет страх. В Твоих руках, Владыка, душа моя, Не забыл я заповеди Твоей, Что Господу угодно, Пусть так и будет. Священники, Отрок, Слуга Святого Бориса, Увидя Господина своего, Ослабевшим, И одержимым печалью, Горько заплакали и сказали, Милый Господин наш дорогой, Какой благодать исподобился ты, Ибо не захотел противиться брату своему Ради любви Христовой, Хоть и много воинов имел ты у себя. Так говорили они с умилением. Тут они увидели бегущую к шатру, Бегущих, блеских оружия, И обнаженные их мечи. Без милости было пронзено Честное тело Святого Блаженного Страстотерца Христова Бориса. Его проткнули копьями Путша и Талец, Иелович Ляшка. Все сии, Отрок Святого Бориса, Видя сие, Бросился на тело его И сказал, Не оставлю тебя, Господин мой дорогой, Где увяла красота тела твоего, Тут и я пусть буду Сподобленно кончить Свою жизнь с тобою. Был же он родом в Венгерии, Звали его Георгий. Святой Борис Возложил на него золотую гривну, И был он любим князем безмерно. Тут пронзили и отрока. Раненый Святой Борис В испуге выбежал из шатра, И стали говорить окружившего его, Что стоите и смотрите, Покончим приказанное нам. Слыша это блаженный, Начал умолять и упрашивать их, Говоря, Братья мои милые и любимые, Погодите немного, Дайте мне помолиться Богу моему. И возрев на небо со слезами, Горько он воздохнул И стал молиться. Господи Божий, Милостивый, Слава Тебе, Ибо освободил меня От прещений жития сего. Слава Тебе, Прещедрый податель жизни, Сподобивший меня Страданий святых Твоих мучеников. Слава Тебе, Владыка Человека, Любец, Исполнивший желание Сердца моего. Слава Христе, Милосердию Твоему, Ибо Ты направил На правый мирный путь Ноги мои Идти к Тебе Бессоблазна. Призрись высоты Святости Твоей, Посмотри на сердечное Мое страдание, Которое я принял От своего сродника, Ибо ради Тебя Умерщвляют меня Сегодня. Они, Как агнца, Пожирают меня. Знаешь, Господи, Знаешь, Что я не противлюсь Не возражаю, Имея в Твоих руках Всех воинов Отца Своего И всех его любимцев, Я не помыслил Ничего злого Сотворить брату моему. Он же Всеми силами Воздвигся Против меня. Если бы Меня оскорблял Враг, Я бы перенес. Если бы Ненавидящий Уничижил меня, Я бы укрылся. Но ты, Господи, Смотри И рассуди Меня с братом Моим И не поставь Ему в вину Греха этого, Но прими С миром Душу мою. Аминь. Затем, Обратив К убийцам Истомленное Лицо свое И, Возрев на них Умиленными очами, Заливаясь Слезами, Сказал им Братья, Приступите И окончите Повеленное вам И да будет Мир Брату моему И вам, Братья. Все, Кто слышал Слова Святого, Не могли Говорить От страха, Горькой печали И многих Слез. С горьким Воздыханием Жалостно Все плакали И каждый Думал, Увы, Не князь Мой Милый, Дорогой, Блаженный Водитель Слепым Одежда Нагим Жезл Старости Наука Ненаученным Кто Сие Исправит Как Удивительно Что Ты Не захотел Славы Мира Сего И Величия Не Захотел Быть Среди Честных Вельмож Кто Не Удивится Великому Его Смирению Кто Не Смирится Виде И Слыша Его Смирение Посланные Святополком Избили Многих Отроков С Георгия Они Не Могли Снять Гривны Отсекли Голову Ему И Отбросили Ее Так Что И После Не Могли Узнать Тело Его Блаженного Бориса Они Обернули Шатром И Положивши На Повозку Повезли Когда Доехали До леса Святой Борис Стал Клонить Голову Узнав Об этом Святополк Послал Двух Варягов И Те Пронзили Мечом Сердце Мученика И Тот Час Святой Скончался По Сказанию Нестора Один Из Убийц Ударил Святого Бориса С Сердце Придав Душу В руки Бога Живого Месяца Июля В Двадцать Четвертый День Тело Его Тайно Принесли Выше Город Положили У Церкви Святого Погребли Его Так Святой Борис Прияв Венец От Христа Бога Был Сопричен С Праведными И Водворился С Пророками И Апостолами И С Ликами Мученическими Почивая В лоне Авраама Видя Неизреченную Радость И Воспевая С Ангелами Веселясь В Лики Святых Окаянные же Убийцы Пришли К Святополку И Беззаконные Как бы считали Себя Достойными Похвалы Такими Слугами Бесы Бывают Ибо Бесы Посылаемы Бывают На зло А Ангелы На добро Ангел Человеку Зла Не сотворяет Но Всегда Думает О благе Его Он Помогает Христианам И Защищает Их От Сопротивного Дьявола Бесы Ж Всегда На зло И Лоят Всегда Завидуют Человеку Ибо Видят Что Он Любим Богом Завидуют Человеку Бесы Стремятся Ему Сделать Зло Господь Сказал Кто Прельстит Ахава А бес Ответил Вот Я Иду Злой Же Человек Стремящийся Козлу Не Уступает Во Зле Бесу Бесы Человека Боятся А Злой Человек Бога Не Боится И Не Сыдится Людей Бесы Креста Господь Не Боятся А Злой Вот Им И Сказал Пророк Давид А Счего Истину Во Правду Глаголят Правое Судите Сынови Человечестве Ибо В сердце Беззакония Делаете На земле Неправду Руки Ваши Сплетают Отчуждишися Грешницы От Ложеств Заблудшие От Шрева Говорят Ложь Ярость Их По Подобию Змеину Не Остановился На этом Убийстве Окаянный Святополк Но В неистости Стал Стремиться К Большему Увидев Исполнение Желания Сердца Своего Не задумался Он Над Таким Злым Убийством И Над Соблажном Своим И Нисколько Не Почувствовал Раскаяние Вошел В сердце Его Сатана И Стал Его Подстрекать К Большему И Худшему Преступлению И К Дальнейшему Убийству И Думал Окаянный Что Мне Делать Если Я Остановлюсь На Этом Убийстве То Ожидает Меня Двоякое Зло Услышат О Совершенно Мои Братья И Скоро Воздадут Мне Хуже Совершенного А Если И Не Совершат Всего То Изгонят Меня И Буду Я Чужд Престола Сам Его И Загложет Меня Сожаление Земле Моей Враги Мои Будут Поносить Меня Мое Книжение Получит Другой И В Домах Моих Не Будет Живущего И Боя Подверг Гонению Возлюбленного Господом И Болезнь Увеличил Раной Посему Приложу Беззаконие К Беззаконии Грех Моей Матери Не Очистится Я Все Равно Не Буду Написан Справедными Так Уж Пусть Я Буду И Сглажен В Книге Жизни Замыслив Это В уме Своем Этот Злой Друг Дьявола Послал Сказать Блаженному Глебу Иди Скорей Отец Очень Нездоров И зовет Тебя Глеб Тот Час Сел На Коня И С Малой Дружиной Помчался На Зов Когда Он Доехал До Волги У Устя Тьмы На Поле Споткнулся Под Ним Конь В Канаву И Повредил Себе Ногу Затем Прибыл К Смоленску И От Смоленска Недалеке Остановился На реке Смедыни В Лодке В Это Время Пришла От Предслава К Ярославу Весть О Смерти Отца Ярослав Послал Глебу Со словами Не ходи Брат Отец У тебя Умер А Брат Твой Убит Святополком Услышав Это Блаженный Запечалился Горько Зарыдал И Сказал Увы Мне Господин Мой Двумя Плачем Я плачу Я сетую Двумя Сетованиями Увы Мне Увы Мне Плачу Я Об Отце Плачу Больше В отчаянии По тебе Брат И Господин Мой Борис Как пронзили тебя Как ты без милости Был предан смерти И не от врага Но от своего брата Приял гибель Увы Мне Лучше бы мне Умереть с тобою Нежели жить В этом житии Одному Осиротевшему От тебя Я думал Увидать Твое Ангельское Лицо И Вот Какое Горе Постигло Меня Лучше Я Желал бы Умереть С тобою Господин Мой А Теперь Что делать Мне Умиленному И скорбящему О твоей красоте И о глубоком Разуме Отца Моего О Милый Мой Брат И Господин Если Ты получил Дерновение У Бога Моли О мне Унылом Чтобы И я Сподоблен Был Ту же Смерть Приять И жить С тобою А не В свете Сем Полном Прельщения Тогда Святой Глеб Когда Так Стена Увлажняя Слезами Землю И с воздыханием Часто Призывал Бога Внезапно Пришли Постные Святополком Злые Его Слуги Немилостивые Кровопийцы Братоненавистники Лютые Имеющие Сирепую Душу Святой Плыл В лодке И они Встретили Его На Усте Смедыни Увидя Их Он Возрадовался Душою А они Омрачились И стали Плыть К нему Святой Жи Ожидал Принять От них Целование Подсказание Преподобного Нестора Убийцы Долго Гнались В лодке За Святым Глебом Когда Они Приблизились Святой Глеб Подозревая Их Злой Умысел Упросил Своих Спутников Не браться За оружие И не Противиться Говоря Что При покорности Они Просто Отведут Его К брату А при Сопротивлении Всех Порубят По Просьбе Святого Спутники Его Высадились На берег С жалостью Обращая Свои Взоры На Блаженного Который Остался Посреди Реки С Отраками Когда Лодки Поравнялись Злодеи Схватили Лодку Князя За Уключены Подтянули К себе И стали Скакать В него Имея В руках Обнаженные Мечи Блиставшие Как Вода Подчас У грибцов Выпали Из рук Весла И все Помертвели От страха Блаженный Видя Что его Хотят Убить И взгляну На злодея Умиленными Очами И сокрушенным Сердцем Смиренным Разумом И частым Воздыханием Заливая Слезами И слабее Телом Стал Жалобно Молить Их Не троньте Меня Братья Мои Милые Дорогие Не троньте Меня Я не сделал Вам Ничего Дурного Не троньте Меня Братья Милые Господа Мои Не Стерегите Меня Какую Обиду Нанес Я Брату Моему И вам Братья И Господа Мои Если Есть Обида То ведите Меня К князю Вашему А к моему Брату И Господину Пощадите Юность Мою Помилуйте Господа Мои Будьте Мне Господами А Я Ваш Раб Не Пожните Меня Еще Несозрелого Не Пожните Колоса Еще Непоспевшего Но Еще Полного Молоком Безлобия Не Срезайте Лозы Еще Невозросшие Но Имеющие Уже Плод Прошу Вас Умоляю Убойтесь Сказавшего Устами Апостолов Не Будьте Дети Умом Но На Злобу Будьте Младенцы Это Не Убийство Но Сырое Резание Докажите Мне Что Злого Сделал Я И Не Пожалею Если Крови Моей Вы Хотите Насытиться Я Уже В Руках У Вас Братья И В Руках Брата Моего Вашего Князя Но Убийство Не Устыдило Ни Одно Слово И Они Не Изменили Своего Замысла Как Свирепые Звери Напали Они На Святого И Так Схватили Его Он же Видя Что Они Не Внимают Словам Его Стал Говорить Будь Спасен Милый Мой Отец И Господин Василий Будь Спасена Мать Госпожа Моя Будьте Спасены Брат Борис Старейшиной Юности Моей Брат Ярослав Мой Помощник Будь Спасен И Ты Брат Мой И Враг Святополк И Вы Все Братья И Дружина Уже Мне Не Увидать Вас Житие Сем И Бо Насильно Разлучают И Говорил Он Со Слезами Василий Василий Отец Мой Преклони Слух Твой Услышь Голос Мой Погляди Что Случилось С Сыном Твоим Как Без Вины Заколают Меня Увы Мне Увы Мне Слушай Небо И Внем Ли Земля И Ты Борис Брат Услышь Голос Мой Я Призывал Отца Моего Василия Но Не Послушал Меня Неужели Ты Не Хочешь Меня Услышать Погляди На Скорбь Сердца Моего И На Рану Души Моей На Мои Слезы Бегущие Подобно Реке Никто Мне Не Внемлет Но Я Знаю Ты 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 Знаешь Ты Я Знаю Что Ты Сказал Своим Апостолам Что За Имя Мое Возложат На вас Руки И Преданы Будете Родом И Друзья Мои Брат Брат Придаст На Смерть И Умерть Вят Вас Имени Моего Ради И Еще Терпением Вашим Спасайте Души Ваши Смотри Господи И Суди Вот Готова Душа Моя Перед Тобой Господи И Тебе Славу Воссылаем Отцу И Сыну И Святому Духу Затем Взглянул На Убийц Сказал Им Тихим Голосом Приступайте Уж И Кончайте То Зачем Вы Посланы Тогда Каянный Горесер Велел Его Тот Час Зарезать Старший Повар Глеба Именем Торчин Обнажил Нож Свой Стал На Колени Взял Святого Глеба За Голову И Перерезал Горло Блаженному Как Незлобивому Агнцу Это Было Месяца Сентября Пятое Число В Понедельник И Принеслась Господу Жертва Чистая Святая И Благовонная И Взошла В Небесные Обители К Богу И Узрел Святой Желанного Брата И Оба Они Восприняли Венцы Небесные Которых Так Желали И Возрадовались Радости Неизреченные Которые Достигли Братолюбием Своим Что Приятно И Что Хорошо Это Жить Братьям Вместе Окаянные Эти Убийцы Возвратились К пославшему Их Как Сказал Пророк Давид Да Возвратятся Грешники В Аад И Все Народы Забывающие Бога Еще Меч Извлекоша Грешницы Напрягли Лук Свой Чтобы Заколать Правого Сердца Меч Их Да Войдет В сердца Их И Лук Их Да Погибнут Исчезнут Как Дым Исчезнут И Сказали Они Святополку Сотворили Мы Повеленное Тобою Услышав Это Он Вознесся Сердцем И Сбылось Сказанное Псалмопевсом Давидом Что Хвалишься Во злобе Сильной Беззакония Весь День Неправду Умыслил Язык Твой Возлюбил Злобу Боли Благостыни Неправду Нежить Глаголоти Правду Возлюбил Если Вся Глаголы Потопные Язык Льстив Всего Ради Бог Разрушить Тя До Конца Восторгнить Тя И Переселить Тя От Селения Твоего И Корень Твой От Земли Живых Как Сказала Соломон Аз Вашей Погибели Посмеюся Порадуй Же Когда Придет Вам Пагуба Поэтому Снизят Своих Путей Плоды И Своего Нечестия Насытятся Солом 51 Притча Соломона 1.26 Когда Святой Глеб Был Убит Тело Его Бросили В пустынном Месте Между Двух Колод Но Господь Никогда Не Оставляет Своих Рабов Как Сказал Давид Хранит Господь Все Кости Их И Ни Одна Из Них Не Сокрушится И Вот Когда Тело Святого Долго Лежало На Пустыре Господь Не Оставил Его Пребывать В Неведении И Небрежении Но Показал Это Место То Свящой Горячей То Прохожие Купцы Охотники Пастухи Слышали Пение Ангельское Но Не Слышавшим Не Видевшим Это Не Пришло На Мысль Поискать Тело Святого Пока Ярослав Возмущенный Этим Убийством Не Пошел Войною На Братоубийцу Окаянного Святополка Которого Прияв Много Бранного Труда Победил При Помощи Божьей И Поспешению Святых Князей Мучеников Так Был Посрамлен И Побежден Несчестивый Убив Своих Братьев Святополк Стал Княжить В Киеве Ярослав Еще Не Знал О Смерти Отца У Ярослава Было Много Варягов Которые Творили Насилие Новгородцам И Их Женам Жители Новгорода Возмутились И избили Варягов Во дворе Парамона Тогда Ярослав Разгневался Со Словами Уже Мне Судилища Во дворе Послал За знатными Новгородцами Которые Зарубили Варягов И Обманув Перебил Их Сужа Ночь Пришла К нему Весть Из Киева Сестры Его Пред Славы Отец У тебя Умер Святополк Княжит В Киеве Убил Он Бориса А на Глеба Послал Убийц Берегись Его Услышав Это Ярослав Загрустил Об отце Братья И О Дружине На другой День Он Собрал Остальных Новгородцев И Сказал Милая Моя Дружина Вчера Я Перебил Ее А ныне Она Мне Пригодилась Бы Утер Он Слезы И Сказал Новгородцам Навече Отец Мой Умер А Святополк Сидит В Киеве Побивая Своих Братьев И Сказали Ему Новгородцы Хоть И Перебил Ты Наших Братьев Но Мы Можем Бороться За Тебя Собрав Варяг Тысячу До Других Воинов Сорок Тысяч Ярослав Призвал Бога На Помощь И Пошел На Святополка Со Словами Не Я Начал Избивать Братьев Но Он Пусть Же Он И Ответит За Кровь Братьев И Без Вины Пролил Он Праведную Кровь Бориса И Глеба И Мне Может Тоже Сотворить Но Суди Бог По Правде Что У Прекратилась Злоба Грешного И Пошел На Святополка Тот же Услышав Про Поход Ярослава Собрал Бесчисленное Войско Руси Печенегов И Выступил К Любичу Это Было 6524 В 1016 Году Оба Войска Встретились У Днепра Стали Одно Против Другого По Обе Стороны Реки И Никакой Из них Не имелось Смелости Начать Бой Так Они Стояли Друг Против Друга Около Трех Месяцев И Стал Воевода Святополка Ездя По Берегу Укорять Новгородцев Что Вы Пришли С Хромым Вы Плотники Вот Мы Вас Заставим Устроить Нам Хоромы Устышав Это Новгородцы Оскорбились И Сказали Ярославу Завтра Перевеземся Через Реку Если Кто Не Пойдет С Нами Сами Убьем Его В ту Пору Были Уже Заморозки Святополк Стоял Между Двумя Озерами Высадившись На берег Он Всю Ночь Пил Вино С Дружиною На Заре Ярослав С войском Перевезлись Через Реку Высадились И Оттолкнули Лодки От Берега И Вот Пошли Войска Друг На Друг И Столкнулись Сильная Была Сеча Печенеги Стояли За Озером И Не Могли Помочь Святополку Воины Ярослава Притиснули Святополку Вурать К озеру Столкнули Их На Лед Который Под Ними Проломился И Стал Одолевать Ярослав Видя Этот Святополк Бежал Кляхом Ярослав Сел На Отцовское Княжение В Киеве После того Как Пробыл В Новгороде 28 лет Через Два Года Святополк Пошел Против Ярослава С Королем Болеславом И Ляхами Ярослав Собрал Войска Из Руси Варягов И Славян И Пошел В Волынию Войска Войска Встретились У реки Буга И стали На Противоположных Берегах Был У Ярослава Пестон Воевода Буды И Начал Он Укорять Болеслава Вот Мы Копьем Проткнем Твое Чрево Болеслав Болеслав Был Огромный Тяжелый Едва Мог Сидеть На Коне И Сказал Болеслав Дружине Своей Если Вы Не Оскорбились Этим Укором Я Один Погибну И Бросился На Коне В реку За Ним Пошли Воины Его Ярослав Не Успел Приготовиться К Битве И Победил Болеслав Ярослав Болеслав Пошел Со Светополком В Киев А Ярослав Бежал С Четвермя Мужами В Новгород Оттуда Он Уже Хотел Бежать За Море Но Посадник Константин Сын Добрыни С Новгородцами Растекли Лодки Ярослава Говоря Мы Еще Можем Биться С Болеславом И С Светополком 9 гривен А с бояр По 80 гривен Затем Призвали Варягов И заплатили Им собранные Деньги Так Собрал Ярослав Большое Войско Безумно Светополк Сказал Избивайте По городам Ляхов Так И сделали Тогда Болеслав Бежал Из Киева Захватив С собой Имущество И бояр Ярослав Жил Стремился На Светополка И победил Его Светополк Бежал К печенегам В Лето 6527 1019 Он Возвратился Со множеством Печенегов Ярослав Собрал Войско И выступил Против него На Альту Там На месте Где был Убит Святой Борис Он Воздел Руки На небо И сказал Вот Кровь Брата Моего Вопиет К тебе Владыка Как Кровь Авеля Отомсти За него Светополку Так Как Братоубийцы Каину На которого Ты возложил Стинание И трясение Молю Тебя Господи Пусть Святополк Получит Тоже Затем Помолившись Ярослав Сказал О Братья Мои Если Вы И умерли Телом Но живы Благодати И предстоите Господу Помогите Мне Мне Молитвою Сказав Это Он Пошел На Святополка И Поле У реки Альты Покрылось Множеством Воинов И Сошлись Войска На Восходе Солнца И Была Злая Сеча Соступались Трижды Бились Целый День И Только К вечеру Одолел Ярослав Сей же Окаянный Святополк Бежал И Напал На него Бес И Расслабли Кости Его Так Что Он Не мог Сидеть На Коне И Его Несли На Носилках Так Донесли Его До Бересте Он же Говорил Бегите Вот Гонятся За нами Посылали Против Погони Но Никого Не Находили Лежа В немощи Святополк Все Вскакил И Говорил Бежим Опять Гонятся Ох Мне Так Не мог Он Побыть На Одном Месте И Пробежал Он Через Ляжскую Землю Гонимый Гневом Божиим И Достиг Пустыни Между Землей Ляхов И Чехов Тут Он Лишился Жизни И Принял Возмездие От Господа Так Как Свидетельствовала Послан Него Болезнь О Вечной Муки По Смерти Так Был Он Лишен Той И Другой Жизни Здесь Он Лишился Не Только Книжения Но И Жития А Там Не Только Царство Небесного И Пребывание С Ангелами Но И Был Предан Муке И Огню Могила Его Осталась От Нее Исходит Злой Смрад На Показание Людям Что Если Услышавший О Сем Сотворит Подобное То Примет И Горше Сего Ибо Каин Не Зная О Возмездии Принял Одно Наказание А Ламех Как Уже Знавший О Каине Семьдесят Раз Сильнее Был Отмщен Такое Возмездие Получает Творящее Зло Как Юлиан Царь Проливший Много Крови Святых Мучеников Подвергся Горькой И Бессиловечной Смерти Пронзонной Копьем Сердце Неведомо Кем Так И Этот Погиб В Бегстве Не Зная От Кого Пришла Ему Зло Страстная Смерть С того Времени Затихла В Русской Земле Крамала А Ярослав Получил Господство На Руси И Стал Он Вопрошать О Телесах Святых Как И Где Они Положены И Поведали Ему Что Святой Борис Погребен В Вышегороде А Святом Жаглебе Не Все Знали Что Он Был Убит В Смоленске И Тогда Сказали Ярославу Близкие Что Они Слышали От Приходивших Туда Будто Там Они Видели Сияние Свети На Пустынном Месте Услыхав Сие Ярослав Послал На Поиски Смоленск Пресвятеров И Сказал Им Это Мой Брат Все Пошли Отыскали Его Тело Там Где Совершались Сведения По Сказанию Нестора Старейшина Города На Месте Где Лежало Тело Видели Самого Святого Глеба Блистающего Как Молния Под Стеньем Со Свечами Многими И Кодилами Перенесли Они Его В Лодки И Отвесли Выше Город Где Лежало Тело Преблаженного Бориса Там Они И Святущим Видом Дивные Чудные Памяти Достоина Что Тело Святого Столько Лет Оставалось Невредимым Не Тронутое Платоядными Зверями И Не Только Не Почернело Как Это Бывает С Трупами Но Было Светло Прекрасно Цело И Благовонно Так Бог Сохранил Останки Своего Страдальца Многие Не Ведали Что Тут Лежали Телеса Святых Святотерпцев Но Как Сказал Святой Евангелист Не Может Город Укрыться Наверху Горы Стоя И Не Зажигает Светильник Чтобы Ставить Его Под Спудом Но На Свечнике Да Светит Всем Так Этих Святых Господь Поставил Светить Миру И Сиять Примногими Чудесами В Русской Стране Где Много Страждущих Получили Спасение Слепые Стали Рассказать О Сотворившихся Там Чудесах Поистине Даже Весь Мир Не Может Вместить Содеянных Прививных Чудес Они Многочисленные Песка Морского Святые Творили Их Не Только Здесь Но И По Всем Странам И Землям И Сцаря Болезни И Все Недуги Посещая Заключенных В темницах И Узах На Местах Где Они Прияли Мученические Венцы Были Созданы Церкви Во Имя Их И Творили Они Здесь Много Чудес Нет Умения И Нет Сил Прославить Вас Святые Братья Если Назвать Вас Ангелами Которые Тот Час Приходят На Помощь Скорбящим То Вы Во Плоти Жили Среди Людей Если Назвать Вас Людьми То Вы Превыше Человеческий Ум Превышаете Множеством Чудес Назвать Ли Вас Цесарями И Князьями Вы Стижали Смирение Больше Чем У Простых И Смиренных Людей И Через Него Вселились Вышние Жилища Поистине Вы Цари Над Царями И Князья Над Князьями Ибо При Вашей Помощи И Защите Наши Князья Противников Своих Державно Побеждают И Прославляются Вашей Помощью Вы Им И Нам Оружие Вы Земли Русской Забрало И Утверждение Вы Обоюдоострые Мечи Которыми Мы Низлагаем Дерзость Врагов И Попираем В землю Гордость Дьявола Поистине И Без Сомнения Следует Сказать Вы Небесные Люди И Земные Ангелы Столпы И Утверждения Земли Нашей Помогите Жа Своему Отечеству Как Великий Дмитрий Который Сказал Если Я Был С Ними При Веселе То Умру С Ними Когда Они Погибают Но Тот Великий Дмитрий Изрекся И Об Одном Городе А Вы И 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 О блаженное вместилище, приявшее ваши телеса честные, как многоценное сокровище, блаженная церковь, в которой стоят ваши святые раки, где положены ваши блаженные телеса. О Христовы угодники! Блажен поистине высок город-вышегород, имеющий у себя такое сокровище, которому не равен весь мир. Поистине он назван Вышегородом, будучи превыше других городов. Вторым Солунем явился он в русской земле, имея в себе врачевство безмездное. И не только нашему племени дано было Богом спасение, но и всей земле. От всех стран туда приходят и безмездно получают исцеление. Как во Святом Евангелии Господь сказал святым апостолам, даром приняли, даром и давайте. Об этом Сам Господь сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Тот сотворит, и больше сих сотворит. Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте Отечество, где пожили вы телесно, не оставляйте его посещения, и в молитвах всегда молитесь о нас, чтобы не постигло нас зло, и чтобы не коснулось болезнь телес ваших рабов. Ибо вам дана благодать молиться за нас, вас сделал Господь ходатаями, молящимися за нас. К вам прибегаем, умоляем вас, преподая к вам со слезами, вам молимся, чтобы не наступила на нас нога гордыни, чтобы рука грешника не погубила нас, и чтобы не постигла нас всякая пагуба. Отгоните от нас голод и несчастье, избавьте нас от меча и усобной брани, не дайте пасть во грех. Уповаем на вас, молитву нашу приносите усердно ко Христу Богу, ибо мы согрешили и сотворили безмерное беззаконие. Но, надеясь на вашу молитву, возопием к спасу. Владыка, един ты без греха, призрец твоего святого небеси на нас убогих. Мы согрешили, очисти нас, сотворили беззаконие, пощади. Споткнулись, повремени, очисти нас, как блудницу и как мытаря, прости. Пусть придет милость твоя, пусть прольется на нас человеколюбие твое. Не оставь нас в грехах наших, не предай нас горькой смерти, но искупи нас от зла века сего. Дай время для покаяния, ибо велико наше беззаконие пред тобою, Господи. Поступи с нами милосердно, Господи, ибо мы тебя именуем. Помилуй нас, ущедри, заступи молитвами причастных твоих страстотерцев. Не предай нас в поношение, но излей милость твою на овец пажите твоей, ибо ты, Бог наш, тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу. Сей благоверный Борис был потомок благого рода, послушлив отцу, всем покорен. Телом был прекрасен, высок, широк в плечах, тонок в поясе. Лицо у него было круглое, веселое, глаза добрые, борода и усы небольшие, ибо был он еще юн. По-царски сиял он, был украшен, как цвет цветущей юности своей. На рате был он храбр, в совете мудр и разумен, благодать Божия свела в нем. «Невозможет, муж, глаголоти, и не насытится око зреть, и не исполнится ухослышание», — сказал Экристиас. «Так и чудес святых мучеников ни ум наш не может постигнуть, ни язык выразить, ни слово изъяснить. Какое возмездие получили они от Господа за труд свой, как чадо и причастники Царства Божия? Как сказал Иоанн Богослов, «Елица же, прияша его, дал им власть быть чадом Божьим, и Давид, святым, которое суть на земле, удиви Господь вся хотение своя в них, и еще дивен Бог во святых своих, творяй чудеса един». Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по смерти живые Богу предстоят. Источник нашего спасения Владыка Христос помощь им подаст, ибо от мученических телес мир и благоуханное исходит. И еще кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми, ибо как мертвая плоть, как может творить чудеса, как ими бесы отгоняются, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и несчастье прекращаются, и всякое добро, доброе даяние от Отца Света через них исходит. И их с верой и без сомнения молят. Как ты должен утруждаться, чтобы найти заступника перед смертным царем, держащего за тебя ответ, а вот эти заступники всего рода, которые за нас Богу молитвы творят, как нам не чтить их, приводящих всех к церкви и к Богу, почитая память их, с весельем творим праздник святых, которых Господь прославил, премногую благодатью и чудесами этих чудотворцев, заступников всех стран нашей русской земли. Многие не знали, что в высшем городе почитают святые мученики и страстоперцы Христова Роман и Давид, но Господь не допустил, чтобы такое сокровище таилось в земле и обнаружило его для всех. На месте, где они лежали, иногда виделся огненный столб, иногда же слышалось ангельское пение. Слыша это и видя, люди славили Бога и приходили поклоняться со страхом на месте том. Много приходило и от иных стран. Одни верили слухам, другие не верили, считая это за ложь. Как апостол сказал о кресте, для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Господь же во святом Евангелии сказал, падший на камень сей сокрушится, а верующий в него не постыдится. Однажды пришли к тому месту, где лежали святые, погребенные под землей, варяги, и один из них вступил на него. То тяж же огонь вышел из гроба и опалил ноги варяга. Тот вскочил, стал рассказывать и показал дружине свои обожженные ноги. С тех пор не осмеливались подходить близко, но со страхом поклонялись. Немного спустя загорелась церковь святого Василия, у которой были положены святые. Пономарь, то есть церкви по окончании заутренней, был омрачен от силука у вас сатаны сном. И не осмотрев церковь, как следует ушел к себе домой. А в церкви забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте. Спустя некоторое время загорелась церковь. Люди устремились к ней, горела церковь отверха. Все оттуда вынеслись, все, иконы и сосуды, так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это произошло по Божьему попущению. Церковь была деревянная и обвечала. Господь явил всем свою волю, чтобы иная церковь была построена на том месте во имя святых блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, и чтобы телеса их были с любовью вынуты из недор земных, что и случилось. О всем этом поведали Ярославу. Князь призвал митрополита Иоанна, сказал ему о своих братьях, святых мучениках, и тот был как бы в ужасе, сомнении, радости и дерзновении к Богу. Выйдя от князя, митрополит собрал клерошан и всех священников и велел идти крестным ходом к выше городу. И пошли к месту, где лежали святые. С ними Ярослав, князь, на том месте, где стояла сгоревшая церковь, поставили небольшую храмину. Архиепископ же, придя с крестами, сотворил в ней сеночное пение. Рано утром архиепископ пошел с крестами к месту, где лежали причастные телеса святых. Сотворил молитву и велел разрыть землю, находившуюся над гробом святых. И, откопав, вынули гроб из земли. И приступил митрополит Иоанн и пресвитеры со страхом и любовью, открыв гроб святых, и увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого повреждения, но были совершенно целы и белы, как снег. Лица их были светлые, как у ангелов, благухание исходило от них. Сильно дивились архиепископ и все люди. И отнесли они телеса в ту храмину, которая была поставлена на месте сгоревшей церкви, и положили их над землей на правой стороне. Был в Ишегороде муж именем Миронег, огородник. Он имел сына, у которого нога высохла и согнулась. И не мог он ходить и не ощущал ее. Ходил же он, сделав себе деревянную ногу. И пришел он к святым при палке их гроба и молился Богу и святым, прося святых исцеления. Так день и ночь молился он со слезами. Однажды ночью явились ему святые страстотерпцы Христова, Роман и Давид. И сказали, что ты пришел к нам. Тот показал ногу, нуждающуюся в исцелении. Они взяли ногу сухую и трижды ее перекрестили. Пробудившись от сна, он увидел себя здоровым и вскочил, славя Бога и святых. Затем он поведал всем, как святые его исцелили. И сказал, что видел и Георгия, отрока святого Бориса, который шел вперед перед святыми, неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога. Некий слепец пришел и пал у гроба святых. И целовал его с любовью, прикладывая к нему очи и прося исцеления. И тотчас прозрел. И все прославили Бога. Тогда Мирон Миронег рассказал князю об обоих чудесах. Князь Ярослав прославил Бога и святых мучеников и призвал митрополита Иоанна. С весельем поведал ему слышанное. Архиепископ также воздал хвалу Богу. И дал князю богоугодный совет построить прекрасную церковь. И угоден был князю совет его. И велел он плотникам приготовить деревья на строение церкви. Была уже зима. Плотники приготовили дерева. И при наступлении лета построили церковь великую, имеющую пять глаз. Князь же украсил ее всякой живописи. Иконы святых велел написать, чтобы верные видели в церкви, как бы самих святых и поклонялись им, и лабызали их с верою и любовью. И множайшие чудеса сотворил Господь через святых страстотерпцев, которым поклоняются люди, прося прощения грехов о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава с Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok